МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прежде чем мы приступим к основной теме, предлагаю послушать нашего корреспондента из Киева, Богдана Красавцева. Он сегодня был на презентации онлайн-платформы «Би смарт, будь умным» по подготовке к внешнему независимому оцениванию. Богдан, тебе слово. Здравствуй. Здравствуйте, студия. Да, сегодня состоялась такая классная презентация. Могу сказать, что сам проект действительно очень-очень громкий и очень-очень полезный. И появился, вы знаете, он очень кстати, потому что действительно сейчас во время такого информационного бума, когда в общем-то диджитализация идет на полную, должны люди быть осведомлены еще больше. Это, конечно же, касается нашего молодого поколения, которые должны получать знания. И, как мы знаем, уже книги не пользуются таким спросом. Есть уже интернет, есть смартфоны, планшеты. И, естественно, нету границ, абсолютно нету разницы, когда ты можешь зайти на этот портал, ознакомиться, получить информацию по всем 14 предметам, которые входят в число тех, которые будут задавать абитуриенты и школьники выпускных классов по внешнему независимому тестированию. Но, кроме того, на этом портале также можно найти курсы, допустим, программирования. Есть там макияж, есть кулинария, есть там правила дорожного движения. Платный контент есть, например, стать видеомонтажером можно за 210 гривен. Вот такой вот курс есть. Юный программист за 200 гривен. Но большинство, могу сказать, там программ все-таки бесплатных. И, конечно, основной акцент сделан именно на украинском языке, на истории, на математике, в общем, на тех предметах, которые нужно сдавать на ВНУ. Могу еще сказать, что этот проект впервые стартовал в Одесской области в прошлом году. И он действительно стал потрясающим, потому что показал, что студенты, которые вот таким образом тренировали свои мозги, улучшили результаты по, например, тут я хочу даже вам процитировать, по химии на 7 позиций Одесский регион поднялся в общеукраинском рейтинге, по географии на 5 позиций, а по английскому языку так вообще Одесская область вышла на первое место по Украине. Студия. Очень замечательные результаты. Богдан, скажи, есть ли какие-то прогнозы по внедрению программы? И как это, я так понимаю, уже работает портал наверняка, но как это будет работать в дальнейшем? Будут ли добавляться, возможно, новые профессии? Как это будет работать? Ну, конечно, портал уже на полную работает, абсолютно он бесплатный, говорил или нет, но, в общем, знайте. И абсолютно, конечно, в любое время суток может зайти каждый желающий ознакомиться. И могу сказать, что, конечно же, планы очень огромные у власти, потому что проект поддерживается государством. И также еще добавлю одну очень интересную вещь по поводу этого проекта, что, собственно, министр образования и науки Украины сегодня сказал, что дети, которые живут в селе, которые сегодня волей обставин опинились на оккупованных территориях через агрессию России, мают на годы вивчитися и опинивать любые предметы от лучших вчителей и экспертов, которые, в принципе, и брали участь в подготовке этих материалов, которые теперь каждый может найти на этом сайте. Ну и сегодня будет сюжет, кстати, по этому поводу, поэтому рекомендую посмотреть, будет интересно. Студия. Спасибо тебе большое, Богдан Красавцев. Наш корреспондент из Киева был на прямой связи со студией. Но мы возвращаемся к нашей серьезной и большой теме. Накануне 1 февраля появилась новость о том, что Министерство образования и науки запретило родительские комитеты в общеобразовательных школах. В тот же день на официальном сайте ведомства появилось опровержение, что МОН не отменял родительские комитеты и не может их запретить. Также на своей странице в Facebook отреагировала и сама министр Лилия Гриневич. Давайте послушаем, что она написала. Министерство освіти и науки не має стосунку до створення чи не створення в школах батьківських комитетів. Сьогодні рішення про створення батьківських комитетів все еще приймає сам заклад на загальних зборах, конференції, трудового коллективу. І це погано, бо процедура не передбачає врахування бажань батьків чи учнів. Ми хочемо це змінити, але для цього потрібен закон. І ми його пишемо. Закон про загальну середню освіту. Саме в ньому будуть прописані нові процедури створення та функціонування батьківських комитетів. Цього року він має бути поданий до парламенту. Так, надо ли запретить родительский комитет? Этот вопрос сьогодні основной, задаем его и вам. Можете голосовать варианты да или нет. Також можете звонить в нашу студию по номеру 726-33-26. Ну, уважаемые гости, как вы считаете, надо запретить? Я думаю, что не нужно. Батьківський комитет, родительские комитеты нужны. Они способствуют лучшему коннекту, взаємодействию администрації школы і інтересів учеников і родителей того чи іного класа. Поэтому я считаю, що вони нужны, але вони должны нести совершенно другие функції, не такі, як сейчас на них возлагаються. Зараз це основной доход школ. На них возлагається фінансування всього процесу, в основному, на плечах этих родительских комитетів. А вони повинні бути інші питання, уютного, целостного воспитання і образування дітей. Як ви считаєте? Це практично нереально. В нормальному правовій країні запретити любі збори граждан. Це те ж саме, що запретити родительський комітет, те ж саме, що запретити проводити митинги чи регіструвати політичні партиї чи об'єдні організації. Це право кожного чоловіка об'єдняться, об'єдняться, здавати якісь цели і вместе двигатися к цілям. Я согласен все-таки з колегою, що іноді родительські комітети використовують не зовсім в нужних целях, в правильних целях, в справедливих целях, а действительно іноді використовують для каких-то корупційних составляющих. Але хочу подчеркнути, що тут все зависит от самих родителей, тому що вони і є членами цього родительського комітету. І я рад, що пишеться закон, в якому будуть установлені определенні правила создання, але я уверен, що це не буде як саме основне, що вони там напишуть, тому що любой закон у нас можна красиво обійти. Все зависит от нашого менталітету, я би так сказав. Якщо родители будуть осознанно подходити к образованию своїх дітей і двигатися по определенним правилам, не способствувати розвитію корупції в учреждениях, то її і не буде. В чому же несовершенство родительських комітетів, як ви считаєте? Несовершенство в тому, що на них возложена совершенно другая функція. На сегодняшній день родительські комітети нужні для того, щоб собрать определенну суму денег, передати її дальше і, собственно, і все. Коли треба щось ремонтирувати, коли треба рішити якісь срочні вопросы в школі, закрати финансові вопросы. Для цього у нас сейчас существує родительський комітет. Як ви считаєте, з юридичній точці зрення? Знаєте, основна проблема це то, що господарство не обеспечиває нужным, должним образом вот ці всі всі госучреждення, в тому числі учреждення образування. тому що, якщо б государство, як воно і об'язанно, купувало те парти, те плентуси, шкафчики і все остальне, то, що необхідно для ребенка, але б все було, і навіть якщо б була достойна все-таки заробітна плата для тех же учителей, такої проблеми б вообще не було. К сожалению, ми живем в такому обществі, можна сказати, де-то ще переходному, тому що ми ще учились в прошлій країні, які люди, хто-то народився в прошлій країні, ще в советські времена, і тоді була позиція, все рівні, безплатне образування і все остальне. То, що ми вже переходимо на капіталістичний строй, і все должны понимати, що, з однієї сторони, що те налоги, які ми платимо, а налоги в середнім чаще це там 500-600 гривень в місяц, і на образування із них відділяється 100, максимум 200 гривень в чоловік, але ми ж розуміємо, що цього недостаточно. Второй вопрос, звичайно, к державу в цілому, тому що є дуже багато державних підприємствів, які можуть свободно обеспечити достойне образування. Главне, щоб вони роботали эффективно. І що хочу в даному часу ще, звичайно, посоветувати кожному гражданину і кожному родителю, який считає, що, в принципі, все здають, і я здаю, а на що здають? Ось цей главний момент. Тому що, відповідно кажучи, є родителі, які можуть себе позволити здати якісь гроші, але для своїх дітей, не для допомоги якихось поїздок директора за границей, а именно для своїх дітей. В частності, пусть це будуть те ж парти. Але обязательно треба чітко здавати либо на счет какой-то, обязательно, либо получати расписки. Должен быть родительський комітет, і должен быть родительський комітет, а не администрація школи должна їм управлять. І заводити отдельно ревизіонну комісію з тих же родителів, які просто будуть смотреть, куди пошли деньги, і стоить действительно то, на що вони збрасувалися, чи не стоять. І кроме цього, я хочу все-таки отметити, що абсолютно правильно, якщо родители не будуть требувати абсолютно з усіх здавати одинакові суми, тому що у когось є більші сума доходів, а у когось – менші. І саме страшне, що відбувається сейчас в школах, що дітей просто, скажімо так, гнобять за то, що їх родителі не здали деньги. І родителі, в принципі, які самі вже согласні з цим, і це неправильно. Буквально секундочку, к нам готова присоединиться сопредседателі общественній організації, родителі СОС, Елена Бондаренко. Елена, здравствуйте. Доброго вечора. Скажіть, як ви боретесь з корупцією в столичних школах? Корупція, ми так це зазвичай всі називаємо корупція, швидше підходить назва такі побори. Знаєте, дуже часто чую з батьків, що треба все заборонити. Заборонити благодійність, заборонити здавати гроші, заборонити збирати гроші. Ну, от як малі діти, знаєте, є розетки, але нам забороніть туди лізти. Тобто, от таке от ставлення. Хоча, на нашу думку, заборони нічого не вирішать і нікому не допоможуть. Тому що, якщо в людей в голові судить та теза, що ми повинні здавати, що це для наших дітей, що цікавитись, куди йдуть гроші, не треба. І все таке, що тільки нести гроші, то ніякі заборони тут не діють. Тому що, навіть коли в київських закладах департамент заборонив збирати гроші будькому з учасників освітнього процесу на території навчальних закладів, то дуже швидко знайшли батьки, знайшли вихід це перераховувати на картки чи збиратися, збирати гроші десь за межами закладу. Тому, як на мене, тут вихід один, він дуже довгий, тяжкий, не такий простий. Це просто роз'яснювати батькам. Роз'яснювати, наприклад, те, що, якщо я не помиляюсь, то в грудні була озвучена інформація, що 56 мільярдів гривень коштів місцеві органи влади різних рівнів, поклали на депозити. Тому, що вони не знали, як ці кошти витратити. Вони не були розпіділені в місцевих бюджетах. Це, до слова, про те, що в держави не вистачає грошей на освіту. Якщо я не помиляюсь, то 80 мільйонів минулого року місцева влада Одеська не використала субвенції на освіту. Це ті кошти, які можна було спрямувати і на поточні витрати навчальних закладів. І ця ситуація поза минулого року була трошки менша, а минулого ще більше. Тобто, про те, що немає грошей, це вже така легенда, яка на сьогодні не має під собою підстав. Є гроші, але просто не зовсім вчасно ними розпоряджаються, не хочуть ними розпоряджатися. І, знову ж таки, поки батьки несуть гроші, поки вони будуть фінансувати освіту, влада на місцях не надто перейматиметься проблемами освіти. Тому тут шляхів, кілька просвітництва серед батьків, тиск на місцеву владу, контролювати, ми не можемо контролювати батьків, хапати їх за руки, та, і казати, не давайте гроші. Але можна контролювати школи, чи в законний спосіб вони приймають ту благодійну допомогу. Можна звертатися до поліції, коли батьків ці гроші вимагають. Можна звертатися до органів управління освітою, тоді, коли вчинюється тиск на дитину через 4, якщо батьки не здавали гроші. Тобто, тут шляхів багато різних. На жаль, це все трохи складніше, аніж іноді собі люди уявляють, що це можна просто заборонити. Олена, скажіть, які результати роботи вашої організації, якщо коротко? Ви знаєте, наші результати роботи не можна порахувати, якось так, бо це немає в квадратних метрах чи в якійсь кількості. Але багато якихось таких зрушень вже відбулося на рівні країни, тому що завдяки нашій роботі з'явився взагалі конкурсний відбір на посади директорів, тому що звільнені місця і тих директорів в Києві, що були звільнені за порушення, поставло питання, що це ніби от ми робимо для того, щоб поставити своїх людей, хоча такого інтересу ні в кого не було, і був запропонований конкурс, місцева влада, міська його підтримала, і зараз це є в законі. Тобто, якісь такі зрушення, я не знаю, чи можна їх поміряти і порахувати. Ми чесно співпрацюємо з міською владою, ми є в колегії міністерства, вскрій дозвучуємо ці проблеми, і вони, ну, якісь кроки роблять, якісь зміни вже в нових законах, і зараз ми долучаємося до робочих груп, які будуть працювати над імплементацією закону про освіту і закону про загальну середню освіту. Ну, я ж кажу, я не можу так от вам переховати, знаєте, що ми досягали. Мені б багато всього, головне, що зміняється громадська думка, що люди потроху починають думати, ставити питання, і, ну, це якраз і не порахуєш. Дякую вам велик, ще нашли час. Єлена Бондаренко, супресідателі общественній організації «Родітелі СОС» була з нами на св'язі. Ну, от ви услышали дуже багато тезісів, що скажете? Я хотіла б сказати по поводу цифр, о тому, що не хватає денег на освіту, це підтверджують слова Єлені, це міф. Наприклад, візьмемо 2017 год, в начале года на світу із нашого бюджету города виделили 13 мільйонів. У нас є дані зараз на 1 октября, тобто на конец 3 квартала, о тому, що із цих средств було освоено всього лише 4 мільйона. Вмісті з тим планировалось через благотворительні фонди, тобто це ті деньги, які здають родити, пополнить бюджет освіту на 1,6 мільйонів, але потім в течіні року за часу пути собачка смогла подрасти, і ця сумма вже превратилась в 13 мільйонів, тобто вони її пересмотрели, із которых родители вже здали на конец 3 квартала 11,5. т.е. з 1,6 мільйонів, запланировав в начальні року, ще год не закінчился, а родители вже здали, пересдали несколько раз норму, а між системами городський бюджет выделили тільки 4. Александр, що ви скажете? Я хочу сказати, що дуже рад, що у нас в країні действительно появляється определенне такое общественне сознання, коли представители нашої общественності, київської общественності ведуть вот такую линию работы своєї, тому що действительно я по-прежнему считаю, що денег не хватає, але ми розуміємо, як вони ще осваиваються, я часто говорю о бюджетних деньгах, тому що мало хто смотрит в ту сторону, дуже часто, не побоюсь цього слова, воруються миллионы, а ми говоримо, що у нас де-то чого-то не хватає. І в даному случае, коли ми чітко видим, що остаються деньги на определенні нужди, і при цьому родителі ще отдають свої деньги, можна даже иногда сравнить. Щас появились дуже сильні ресурсы, і увидеть, що родители якобы сбрасувались на парти, а парти покупаються за счет бюджета, і получается, що все довольны, і ніхто не може понять, на самом деле, це чиста корупціонна схема. І добиться правды, на самом деле, дуже сложно. Ну, только если разбираться і совмістно, совмістно, да, потому що часто родителям без юридического образования тяжело було б добиться чого-то без помощи юристов. Какой алгоритм, кстати, действий, очень коротко, алгоритм действий. Вот вы уличили, не знаю, директора школы или учителя в корупцію. Доказательства должны быть, четкие доказательства. Коррупцію уличить практически нереально, потому что они же все-таки видеосъемка, фотофиксация и все остальные доказательства собираются исключительно правоохранительными органами. Да, это можно там репутационно где-то что-то заснять, показать, но мы же понимаем, вы как журналисты тоже, думаю, прекрасно понимаете, можно снимать много, а потом, да, это монтаж, еще что-то, и любая экспертиза это развалит. Но вот если постоянно уличить, можно исключительно там по реестрам. Если мы видим, что сдавались, к примеру, то, что я сказал, на парты родительским комитетом, а потом из бюджета опять же выделились деньги, то тогда становится элементарный вопрос, а на что все-таки какие же парты покупались? И если порыться в документах, собрать доказательную базу и потом, ну, естественно, правильно написать заявление как бы о преступлении, то дело, скорее всего, возможно, откроют. Через суд в идеале нужно заставить это дело открыть и включиться в него. Ну и дальше тут без адвоката откровенно говоря очень тяжело, потому что следователи у нас перегружены, они не работают в этом направлении, поэтому, ну вот благодаря общественному сознанию, которое вот постоянно делает, скажем, искореняет возможность, понимая за счет того, что включаются СМИ, включаются общественники, есть открытые реестры, многие чиновники все-таки думают, а зачем оно мне надо? Реестр, да? Проверить реестр. Дальше что? Проверить реестр. Я рекомендую всегда в родительском комитете, просто следить, куда уходят деньги, четко требовать полностью, если вы сдаете на какой-то счет, требовать распечатку счета, если вы сдаете деньги наличкой, обязательно пусть председатель родительского комитета или это же ревизионная комиссия финансовая, которая собирает, пусть дает четкие расписки, что мы заплатили столько-то, столько-то, потому что там, где нал, там 100% есть какие-то дыры. После этого, когда вы посчитали, проверить четко, даже по интернету можно сесть и проверить, сколько стоит то-то-то, на что тратились деньги. Если немножечко даже выше, уже становится вопрос, можно и к журналистам пойти показать, для многих журналистов это интересно, можно пойти и к директору, в управление образованием, тут уже, как говорится, чем дальше, тем выше пойдешь. Если кто-то поедет на прием в министерство образования, совсем другой как бы будет подход, потому что туда же эти деньги вряд ли доходят в таких количествах и кто-то да по шапке получит. Если же реально есть доказательства, если вы видите, что все-таки украдено, то обращаться к юристу, пусть пишет заявление в правоохранительный орган. Ну и все же, какую альтернативу родительским комитетам можно предложить? Если не они, то кто? Опять же, родительские комитеты, родительские комитеты, но другие функции не должны выполнять. Основная задача сейчас родителей это отстаивать свои права. Не бояться, что ребенка будут гнобить. Если ребенок будет видеть, что родитель может стоять, что он отстаивает его права, он будет учиться и в жизни это будет ему очень хорошим примером и опорой. Пока родители не поменяют свое отношение к этому процессу, пока они начнут требовать отчета за каждую свою потраченную гривну, ничего не поменяется. Но у нас, к сожалению, в школе так все обустроено, что родителям просто говорят сумму, которую нужно сдать раз в месяц, и все. Хотя сейчас по новому закону школы обязаны информировать о всех финансовых своих поступлениях, о всех растратах, сколько выделено из государства, из местного бюджета, сколько от родителей, сколько от аренды. Все это должно быть в открытом доступе, но из того, что я увидела и успела ознакомиться, это некачественные документы, из которых невозможно сделать выводы о коррупционной составляющей. Я хотел действительно добавить, что в случае, если ребенка гнобят, в первую очередь нужно ввести его, даже если он просто сказал, в первую очередь нужно ввести его к психологу, к сертифицированному, который подтвердит, что ребенок был, возможно, выпишет квитанцию, возможно, договор, и это юридически будет фиксация факта того, что действительно ребенка в школе обижают. Даже уже с этой бумагой, что вы были у психолога и, возможно, он дал какие-то заключения, уже можно будет обращаться в руководство школы, можно будет обращаться и в полицию, или идти к адвокату. В таком случае, действительно, если ребенка обижают, я читал такие случаи, когда ребенку говорят, если твои родители не сдают деньги, значит, они тебя не любят и все остальное, это уже можно как бы действительно тут открыть уголовное дело. С нами на связи активная мама, первоклассника и также наша коллега Елена Ионова. Елена, здравствуй. Добрый вечер. Я в своей школе, мой ребенок входит в первый класс, столкнулась с такой ситуацией, когда я как мама все время сдаю деньги, там, благотворительные взносы и фонд школы, и фонд класса. В январе месяц мой ребенок не ходил, и я сказала, что я не буду сдавать деньги. И получилось так, что родители других детей на меня как бы оказали какое-то давление, сказали, вот почему вы не ходите, здесь такие правила и законы, не сдаете деньги, да. И у нас в нашем вайбере, в чате, такое вот неприятное было общение, я об этом сообщила Елене Валерьевне Будневич и сказала, что за что сдавать, ну, как бы, 650 гривен в январе месяце, когда ребенок не ходит, это государственная школа, какой может быть фонд класса или фонд школы, да, когда ребенок дома сидит с бабушкой. И после всего Елена Валерьевна написала нашему директору, который тоже удивился и сказал, как это, я ничего не бачу, ничего не чу, у нас тут все хорошо. Но, тем не менее, вот с родителями отношения изменились в плохую сторону. Я, как бы, была такой мамой, инициатором, которая вынесла ссор из избы, они так посчитали. Я говорю, извините, ребят, я нарушаю какой-то закон? Нет. Я ущемляю чьи-то права? Нет. Это моя позиция, я не понимаю, куда уйдут деньги, когда мой ребенок не ходил в январе в школу. Я не понимаю, куда эти деньги идут. Какой фонд класса и какой фонд школы может, о чем может быть вообще идти речь? И после этого я подошла к нашему директору, с ним пообщалась, попросила его, чтобы он пришел в наш класс. Ситуация была очень накаленная. У каждого родителя было свое мнение, своя позиция. Они имеют на это право. Но я тоже имею право на свою позицию. Если я не понимаю, куда идут эти деньги, значит, я должна об этом сказать. Я не понимаю, куда идут эти деньги. Несмотря на все эти громкие разговоры, я пришла к тому, что мне удалось убедить администрацию школы и за январь месяц всей школе пересчитали и сейчас платят половину, хотя бы половину. То есть 650 гривен уже не платят в месяц за январь все дети этой школы. А там на минуточку 800-800 человек. И вот я все-таки понимаю, что я была права в этой ситуации, что если ребенок не ходит, значит, мы можем не платить. Лена, еще такой вопрос. Как ты думаешь, надо ли запретить родительские комитеты? Насчет родительских комитетов, вы знаете, сложно ответить. Наверное, каждый родитель имеет право на то, чтобы улучшать нахождение в школе своего ребенка. Если бы эти деньги шли на наших детей, а так у нас недоверие к школе, к фондам, к директорам. И каждый день оно накапливается. То есть ты не понимаешь, вот как я сейчас столкнулась с тем, что я не понимаю, ну куда уйдут эти 650 гривен. И я сказала об этом откровенно, и на меня набросилась большая часть родителей, которые сказали, чего это вы не согласны. Тут такие правила и законы. И вы понимаете, куда вы идете. Если вам не нравится, идите в другую школу. И ты вот столкнулась с тем, что тебя не понимают другие. Ты не нарушаешь ничего, никакого закона. Вот так вот. Я считаю, что, наверное, фонды должны какое-то время существовать, потому что в стране сложная ситуация, пока это все налаживается. Но деньги, которые сдают родители, должны идти на детей. А у меня по этому счету очень большое сомнение. Вот мы услышали Елену Ионову, да, вот что посоветуете ей? Знаете, Лена действительно сказала, что вот я поняла, что я была права. Если человек, ребенок не ходил полмесяца в школу, значит, за эти полмесяца я могу не платить. Да нет, вы можете просто не платить, и это будет абсолютно законно, абсолютно справедливо. А если кто-то из родителей требует с вас, что вы там должны заплатить, у нас такие правила, пишите заявление на вымогательство. это действительно психологическое давление, чтобы ты заплатил пусть небольшие сравнительно, для кого-то там 168 гривен, а с другой стороны это большие деньги. 650 в месяц. А, тем более. Да, 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 да. Это достаточно большие деньги при минимальной зарплате до всего как бы в 3 тысячи с копейками гривен. Поэтому абсолютно никто не обязан платить. А вот эти правила, якобы какие-то в школе, вы понимаете, куда вы попали, но мы живем вообще-то в правовой стране. Если кто-то считает, что я что-то должен платить, пусть мне выставляет счет, пусть описывает, куда. И кроме того, если уже вы решились заплатить, еще раз очень прошу, обратитесь к председателю комитета или к руководящему, тот, кто собирает деньги, чтобы дали отчет за какой-то период, куда вы все-таки тратите эти деньги. Потому что это самое основное. Если человек сдает такие деньги и не понимает, на что они идут, здесь явно что-то не так. Любое финансовое учреждение должно быть прозрачное. И деньги любят, чтобы их видели. Особенно в таком случае, если тем более это благотворительность, скорее всего, не так его проводят. Или какие-то фонды, но тоже могут быть только благотворительны. Ирина, ваше мнение? Я полностью согласна. Можно было вообще не сдавать. И я тоже не буду сдавать полную сумму за те месяцы, когда мои дети сидели дома. полностью поддерживаю Елену в данном вопросе. И я считаю, что родители здесь ключевое звено. Пока родители не научатся уважать себя, пока они не научатся относиться бережно к своим финансам и не наведут порядок у себя в голове с этим, навести порядок в нашем городе или даже в классе, или даже в школе будет невозможно. Давайте еще кратко несколько советов. Очень кратко. Первый совет. Если вы уж, если вы не хотите сдавать деньги, не сдавайте. Если вы решили, что вот так я считаю нужным, сдавайте сумму, которую вы считаете нужным и сдавайте либо на счет, либо под расписку. Постоянно, в случае, если вы сдаете эти деньги, постоянно требуйте отчеты о их распределении. Куда уходят деньги? И в случае, если вы не сдали деньги и вы чувствуете или знаете, что на вашего ребенка идет определенное психологическое давление, обращайтесь к психологу, фиксируйте этот факт, обращайтесь с результатом уже после психолога к директору и можете обращаться к адвокату, чтобы писал заявление в правоохранительные органы. Уважаемые родители, уважайте себя, уважайте своих детей, добивайтесь правды и отстаивайте свои права. Спасибо вам огромное. Ирина Артеменко, общественный деятель и Александр Рябец, глава общественной организации «Союз юристов Одесской области» были в нашей студии. Ну и давайте подведем итоги интерактива. Стоит ли запретить родительские комитеты? 40% ответила, что да и нет 60%. То есть большинство все-таки готовы собираться, участвовать в жизни школы. Наверное, это неплохо. Просто функции должны быть правильными. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин